Тема урока «Имена существительные, одушевлённые и неодушевлённые». В этом уроке поговорим о категории одушевлённости, неодушевлённости имени существительного. Поучимся различать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Прочтём фрагмент стихотворения Валентины Берестова. «Всё вызывает интерес. Далёкий космос, ближний лес, цветы, машины, сказки, пляски. Всё нарисуем, были б краски, да лист бумаги на столе, да мир в семье и на земле». К одушевлённым или неодушевлённым именам существительным относятся слова из этого стихотворения. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно узнать об этой грамматической категории. «Одушевлённость» или «неодушевлённость» – это постоянный морфологический признак имени существительного. К одушевлённым существительным относятся названия живых существ, людей, животных. К ним задаётся вопрос «кто?» «Кто?» «Дедушка», «Отец», «Брат», «Дядя», «Солдат», «Актёр», «Собака», «Щука», «Муравей». К неодушевлённым существительным относятся предметы и явления действительности, которые не причисляются к живым существам. К ним задаётся вопрос «что?» «Что?» «Город», «Дом», «Камень», «Смех», «Горизонт». Каким словам из нашего стихотворения можно задать вопрос «что?» Или косвенные вопросы «Чего?», «Чему?», «Чем?», «В чём?». «Что вызывает интерес?» «Космос», «Лес», «Цветы», «Машины», «Сказки», «Пляски». Всё нарисуем, если бы было «что?» «Краски», «Лист», «Мир», «Лист чего?», «Бумаги», «На чём?», «На столе». «Всё вызывает что?» «Интерес». «Вопрос «что?» можно поставить и к существительным «семья», «Земля». Следовательно, к неодушевлённым существительным относятся все существительные из этого стихотворения. Давайте продолжим предложение. Всё вызывает интерес рядом одушевлённых имён существительных. Всё вызывает интерес «кто?» Дельфины, люди, жуки, птицы. А как же быть со словами, которые обозначают «живое», но отвечают на вопрос «что?» Почему берёза, тюльпан, сирень – это неодушевлённые существительные? Они же относятся к живой природе. Почему слова «рука», «сердце», «мозг» – части живого организма считаются неодушевлёнными? Существительный мертвец – одушевлённые. К нему ставится вопрос «кто?». А к слову «народ» – вопрос «что?», несмотря на то, что из людей состоит. Что же заставляет нас, вопреки реальному делению на живое и неживое, так подбирать вопросы? Оказывается, грамматика. Грамматики всё равно, кто дышит, ест и растёт, а кто нет. А что ей не всё равно? Форма множественного числа, винительного падежа, а у существительных мужского рода и форма единственного числа винительного падежа. У одушевлённых существительных форма винительного падежа множественного числа совпадает с формой родительного падежа множественного числа. Вижу кого? Кошек. Винительный падеж множественного числа. Нет кого? Кошек. Родительный падеж множественного числа. Формы слов совпадают. Следовательно, слово «кошка» одушевленное. У существительных мужского рода вижу брата, сторожа, нет брата, сторожа. Вижу братьев, нет братьев. Вижу сторожей, нет сторожей. Совпадают формы как единственного, так и множественного числа винительного и родительного падежа. Существительное – брат, сторож, одушевленные. Если форма винительного падежа совпадает с формой именительного падежа, то это неодушевленное существительное. Вижу дом, дома, винительный падеж. Стоит дом, стоят дома, именительный падеж. Если форма винительного падежа совпадает с формой родительного падежа, то это одушевленное существительное. Вижу ежа, ежей, винительный падеж. Нет ежа, ежей, родительный падеж. Руководствуясь этим правилом, проверим. Одушевленными или неодушевленными с точки зрения грамматики являются существительные народ, толпа, человечество, мертвец, кукла, шахматная фигура ферзь и воздушный змей. Сравним формы именительного, родительного, именительного падежей множественного числа. Именительный падеж. Народ, народы, толпа, толпы, человечество, мертвец, мертвецы, кукла, куклы, ферзь, ферзи, змей, змеи. Родительный падеж. Народов, толп, человечества, мертвецов, кукол, ферзей, змеев. Винительный падеж. Народы, толпы, человечества, мертвецов, кукол, ферзей, змеев. У существительных народ, толпа, человечество совпадают формы винительного и именительного падежа. Это неодушевленные существительные. А у существительных кукла, ферзь, змей совпадают формы винительного и родительного падежа. Это одушевленные существительные. В соответствии с правилом к одушевленным существительным относятся такие существительные, как чудовище, страшилище, чудище, существительные животные, насекомые, млекопитающие, существительные дитя, слово «существо» в значении «живое существо». К неодушевленным относятся существительные группа, толпа, стая, молодежь, детвора. Некоторые существительные как бы не определились до конца в категории одушевленности и неодушевленности. Например, видеть микробов и видеть микробы, рассматривать инфузорий и рассматривать инфузории. В произведениях художественной литературы, особенно часто в сказках и баснях, предметы неживой природы могут наделяться свойствами живых существ. Например, в произведении Александра Волкова «Урфинджус и его деревянные солдаты» взвод дуболомов отправился на поиски беглецов. Солдаты мчались по твердой дороге, громыхали ногами, налетали друг на друга, падали. Дуболомы – это деревянные солдаты-игрушки, но мы говорим о них как о живых людях. Взвод кого? Дуболомов. Или у Чуковского. Вдруг из маминой спальни хромоногий и кривой выбегает умывальник и качает головой. В этом предложении к существительному умывальнику зададим вопрос, кто выбегает и качает головой. Наделение неодушевленных предметов признаками и свойствами живого существа называют олицетворением. Итак, одушевленность или неодушевленность – это постоянный морфологический признак имени существительного. При определении этого признака руководствуемся тремя показателями. Первый – значение слова. Второй – вопросы кто, что. Третий – совпадение форм множественного числа винительными родительного падежа у одушевленных существительных. Форм множественного числа винительного падежа и именительного падежа у неодушевленных. Этот показатель является решающим. Деление на живое и неживое в реальной действительности не совпадает с делением на одушевленные и неодушевленные в языке.